Всем привет! Вы смотрите Универ-Ньюс, студия Анны Глазуновой. Итак, сегодня в выпуске. КФУ посетил руководитель Глобальной профессиональной ассоциации. В КФУ прошел масштабный тренинг по цифровым лабораториям. Казанский университет объявил о наборе на бесплатные курсы татарского языка. Британское издание Times High Education опубликовало рейтинг университетов мира 2020. В рейтинг тысячи лучших университетов мира вошел только один вуз из Казани – Казанский федеральный университет. КФУ оказался в группе вузов, располагавшихся на позициях – 601 по 800 место в мировом разрезе. Среди российских вузов КФУ занял 9 место. А теперь к другим новостям. Казанский федеральный университет посетил руководитель Глобальной профессиональной ассоциации, объединяющей специалистов в области финансов и учета во всем мире. В шоуруме Высшей школы журналистики Медиакоммуникаций Казанского федерального университета состоялась презентация Викаса Агарвала, руководителя Глобальной ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это ассоциация, которая помогает студентам строить успешную карьеру с учетом необходимых бизнесу навыков. Наличие сертификатов для выпускников Казанского университета предоставляет шанс построения карьеры в крупнейших компаниях мира, а также дает возможность применять международные образовательные стандарты на самых ранних этапах подготовки студентов. На презентации обсуждалась трансформация экономического образования и требования, выдвигаемые работодателем в отрасли промышленности. Организация CCA Global коррелирует с стратегическим развитием нашего университета, поскольку мы все заинтересованы в подготовке компетентных специалистов, обладающих всем профилем, необходимым для успешного трудоустройства. Сотрудничество с профессиональной ассоциацией является важным событием для Казанского университета, так как данное сотрудничество даст студентам возможность повысить свой профессиональный уровень и стать востребованными для крупнейших работодателей. Ильвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошел масштабный тренинг по цифровым лабораториям Тьютер Паска. Во всех подробностях расскажем в сюжете. Казанский федеральный университет уделяет большое внимание подготовке будущих учителей в условиях цифровизации образования. В рамках этого в Институте психологии и образования КФУ прошел масштабный тренинг по цифровым лабораториям Тьютер Паска. Компания Паска Сиентифик уже 55 лет занимается разработкой учебного оборудования для лабораторий в школах и университетах. Собственно, оборудование включает в себя цифровые измерительные приборы и различные демонстрационные оборудования для обучения физики, химии, биологии, географии, инжинирингу, многим дисциплинам. На тренинге преподаватели КФУ познакомились с решениями компании и особенностями применения их в учебном процессе. Обучение включило в себя теоретическую часть и практический мастер-класс по работе с цифровыми датчиками, лабораторным оборудованием и программным обеспечением. Слушателями тренинга стали преподаватели разных институтов и лицеев КФУ. Они познакомились с цифровыми лабораториями по четырем предметам – химии, физике, биологии, географии. Очень важно, чтобы наши педагоги, которые работают в университете, которые уже доносят информацию от учителей, владели самыми современными технологиями, самым современным оборудованием, которое используется в наших современных школах. То, что сегодня изучат наши педагоги, они потом будут уже рассказывать нашим студентам. По итогам обучения преподаватели КФУ получат статус тьютера ПАСКО и смогут в дальнейшем транслировать опыт работы с лабораторией этой компании педагогам Республики Татарстан и России. Чтобы наши ученики школ были мотивированы, были вовлечены в учебные процессы. И вот использование современного оборудования, современных цифровых лабораторий, оно очень сильно помогает нам удерживать фокус внимания детей. Совсем скоро, в октябре этого года, в Казанском университете планируется открытие образовательного технопарка «Эдютех», где преподаватели смогут проходить обучение и реализовывать полученные знания. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В России создали очень тонкие пленки металлов. Ученые задумали эту разработку с партнерами из Института теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук еще в 2014 году. Более подробно смотрите далее. Инженеры Российского научно-образовательного центра функциональной микро-наносистемы на базе Московского государственного технического университета имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института автономики имени Духова разработали технологию получения совершенных материалов, металлических пленок с шероховатостью поверхности в миллион раз меньше диаметра волоса. Устройства на основе таких материалов позволяют создать вычислительные устройства будущего, в том числе квантовые компьютеры, а также сверхчувствительные лечебно-диагностические комплексы. Это задача мирового уровня и, конечно, достижение всей мировой науки. Но ясное дело, что только создание, допустим, этой пленки недостаточно. Нужно исследовать их свойства, модернизировать. И, конечно же, как представители инженерного института инженерного управления должны рассматривать, где можно было их применить, именно использовать. Почти за год работы на новом оборудовании ученые смогли изготовить и проанализировать более тысячи образцов, чтобы в итоге найти нестандартный механизм. Технологию, которая не только обеспечила небывалое качество осаждаемых пленок металлов, но и позволила сделать это абсолютно повторяемым для широкого спектра материалов. При получении таких пленок появляются различные сложности. И далеко не всегда, если у вас есть разработанная технология, ее можно применять на широкий круг материалов. Чем, скажем так, выгодно отличается данная технология, что, со слов ее создателей, данный подход можно применить к различным материалам. Ну, а дальше уже эти пленки можно использовать в широком спектре применения. То есть, чем, я думаю, наши коллеги и займутся в дальнейшем. Российская разработка может найти свое применение в биомедицине, нанофотонике, энергетике, квантовых вычислениях и коммуникациях. Гульнас Юнусова, Александр Юдин, Универньюз. Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета открывает электронную регистрацию на бесплатные курсы татарского языка на 2019 год. Подробности смотрите в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете объявляется набор на курсы татарского языка, куда могут прийти все желающие. Эти курсы проводятся ежегодно с 2011 года на базе научно-образовательного центра Институт Каюмуна-Сырикову. Каждый год, уже начиная с 2011 года, с года образования Казанского федерального университета проводятся курсы татарского языка для населения. Курсы проводятся в рамках госпрограммы Республики Татарстан. Каждый год желающие учить татарский язык в течение трех месяцев изучают татарский язык в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Курсы подходят для тех, кто хочет восстановить свой родной язык или учит его для общения с друзьями и коллегами. Курсы ведут наши преподаватели, преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Они проводятся в вечернее время, после работы. И вот уже в течение многих лет, в осенние месяцы, после шести часов вечера народ, жители Казани с удовольствием изучают татарский язык. Для регистрации на курсы необходимо заполнить анкету на сайте Казанского университета, а также со 2 по 12 сентября включительно необходимо распечатать заполненные заявления и принести с копией паспорта в оргкомитет по адресу город Казань, улица Татарстан, 2, кабинет 320. Регистрация анкет производится только в электронном виде. Слушатели зачисляются только при наличии заявления и копии паспорта. В анкете необходимо указать уровень владения татарским языком, начальный или продвинутый. Время занятий вечернее с 18 до 20.00. Дни занятий – понедельник и среда, вторник и четверг. Ориентировать на занятия начнутся уже 16 сентября. Более подробно о курсах можно узнать по телефону 292-68-31. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok